Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Василия Дулепинских и Дениса Печкалёва. Мы колесим по пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Черри М11 от компании Демидыч, что на Ким 75. Давненько, Снегурочка, мы с тобой не виделись. Целых два с половиной месяца. Некоторые пермики так любят Новый год, что никак не хотят расставаться с новогодними ёлками, которые по сей день стоят у них во дворах. Как здесь, на Горького 65. Причём эта зелёная красавица стоит при полном параде. В новогодних игрушках, в мишуре и даже в гирлянде, которая по вечерам до сих пор горит. Буквально сразу же после вчерашнего выпуска моего напарника Игоря Гиндиса о непобедимых пермских крысах один из наших телезрителей, Николай Найданов, прислал в редакцию фотоотчёт, дабы мы увидели, как он вместе со своим верным псом, можно сказать, собственноручно борется с грызунами. Между тем, пермячку Татьяну Азнобихину на днях посетила белочка. Нет-нет, самая настоящая, с хвостиком, ушками, каким-то образом попала на балкон Татьяны. И тут же начала уплетать корм, который для птичек предназначался. Ну а завершает серию фотографий под общим названием «В мире пермских животных» Екатерина Казанцева. Она даже глазам своим не поверила, когда, проезжая мимо цирка, увидела, что дорогу собираются переходить козы. Может, цирковых коз погулять выпустили, а может, местные сами в цирк пожаловали, ну, чтобы с кем-нибудь из своих повидаться. Татьяна Казанцева Мол, надо же, какой неграмотный человек написал, да еще на выиске. Сегодняшнее дежурство подходит к концу. Завтра, в пятницу, мы перелеснем календарь за неделю и расскажем вам о тех датах и праздниках, которые в нем не обозначены. Ну а в понедельник вы узнаете имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели, который получит вкуснейший подарок. Целую корзину свежайшей продукции челябинского мясоперерабатывающего комбината «Таврия». Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Продолжение следует...